приветствую на канале друзья с вами белогор сегодня поговорим про так называемый сбой матрицы и про истории которые происходят со многими жителями земли история 1 в колледже я ходил на курсы письма где одним из заданий было написать некролог одному из моих дедушек или бабушек я отложил задание до ночи перед его назначением потому что это казалось глупым заданием в поисках дедушки и бабушки о которых можно было бы написать я позвонила маме и попросила у нее некоторые биографические данные о моем дедушке по материнской линии который был еще жив пока мы говорили о его жизни моя мама не могла вспомнить название одной из компаний в которых он работал она сказала чтобы я подождала потому что у дедушки уже было 10 часов 30 минут времени это было на другом континенте однако она сказала что позвонит ему чтобы узнать бодрствует ли мой дедушка и сможет ли он ответить на все мои вопросы позже мы договорились позвонить ему утром когда мама позвонила дедушки бабушка в панике ответила на звонок моя бабушка в отчаянии объясняла что фельдшеры которые прибыли к моему деду проводят ему искусственное дыхание потому что он потерял сознание перестал дышать моя мама могла разговаривать по телефону с бабушкой пока они не отвезли моего дедушку в больницу там же его объявили мертвым когда мы с мамой говорили по телефону о некрология дедушка уже умер в итоге мы использовали некролог который я написала для этого письменного задания как настоящий некролог меня все еще пугает когда я думаю о таких странных совпадениях в сроках история номер два с американского реддита в старшей школе я был заядлым бегуном из-за того что был в борцовской команде бегал поздно ночью когда было прохладно однажды ночью я бежал футболки на которой был логотип моей школьной команды примерно в середине забега меня догнал пожилой мужчина на старом мотоцикле и спросил что я делаю так поздно мы оба остановились и я сказал что я в борцовской команде указал мою толстовку его глаза загорелись и он сказал ха я тренировал когда-то этих клоунов они ни на что не годные продолжая в том же духе мальчик мы попрощались а затем он умчался на своем байке с какой-то очень большой скоростью на следующий школьный день я рассказал это своему тренеру он удивился тому как выглядел старик мой тренер побледнел и сказал похоже это был старый тренер хейнс но дело в том что он умер 10 лет назад больше я никогда не бегал по ночам история номер три моя мама рассказала мне эту историю спальне моих родителей был действительно хороший хозяйский шкаф технически это был один шкаф но в него всегда входили две двери между двумя дверьми была высокая полка и вешалка для одежды таким образом он функционировал как две отдельные гардеробные но мы могли переходить одной от одной двери к другой наяя под любую одежду висящую посередине однажды ночью она была в своей части туалета и увидела сквозь щель между полкой и штангой для одежды в которую вошел мой папа со своей стороны туалета она услышала как скользят металлические вешалки для пальто когда он искал что-то в шкафчике и увидела как одежда центре качнулась когда ее зацепили с другой стороны со своей стороны туалета она разговаривала с ним о чем-то непонятным затем она услышала как открылись двери в ванной она высунула голову из туалета и ясно увидела что мой папа только что вышел из душа и подошел чтобы заглянуть свою часть гардероба до этого момента как она высунула чтобы посмотреть на дверь ванной она будет клясться что все еще видела моего отца в этом шкафчике хочется от себя добавить что такие случаи на самом деле не редки и когда видишь там что-то кто-то якобы проходил возможно бывает что и покажется на самом деле возможно и нет история следующая ложка когда мне было около 15 лет я ел кашу и случайно уронил ложку на пол в кухне я видел как ложка упала но когда она упала на пол она просто растворилась в воздухе я честно говоря был шокирован я думал что мои глаза меня подводят должно быть ложка просто отскочила и скрылась из виду или что-то в этом роде я наклонился и потратил почти 30 минут на поиски этой ложки на кухне я ползал по кухне на карачках туда и обратно честно говоря я был очень сильно напуган я пытался придумать всевозможные причины каким образом могла исчезнуть ложка облазив всю кухню я пришел к выводу что ложку мне не найти мест где бы она могла упасть было не так много в конечном итоге ложку и так и не нашел следующая история телефонный звонок это произошло около шести лет назад я и еще трое друзей пошли на концерт в самом большом концертном зале мехико одна из моих подруг женщина и так концерт закончился и мы договорились о месте встречи за пределами места проведения для того чтобы мы могли взять такси и вместе уехать на концерте было около ста тысяч человек поэтому мы неизбежно разошлись и пошли на место встречи ждали мы нашу подругу минут 15 когда начали волноваться и поэтому стали звонить и на телефон однако из-за огромного количества людей присутствующих на месте и пытающихся совершить телефонные звонки линии в тот момент были перегружены и звонки не могли быть произведены или не принимались тот момент мы начали сильно волноваться спустя 10 минут я пытаюсь позвонить и получают нее телефонный звонок она звучала крайне мрачно и грустно она сказала привет себастьян я в порядке я уже на своем месте все нормально я сразу испугался потому что это было невозможно она жила в двух часах езды а не прошло и часа мы были взволнованы и пытались позвонить и начали ловить полицейских потому что будучи в мехико я думал что ее похитили затем через 30 секунд после звонка она вышла из толпы выглядит настолько странно насколько это возможно я спрашиваю что черт возьми с ней не так дело в том что она была очень удивлена она отрицает что звонила мне по телефону и говорила что долго не могла выйти на связь мы не верили потому что мы смотрели на ее телефон и записи о звонке не было она сказала что возможно из-за плохой связи не записался ее звонок после чего я беру свой телефон чтобы показать ей звонок и записи звонки на моем телефоне тоже не оказалось я по сей день не имею понятия что случилось потому что голос на другом конце телефона был именно ее также она при разговоре назвала меня по имени это было очень странно я клянусь что мне это не послышалось это были несколько историй о случаях сбоя в матрице на самом деле я хочу сказать от себя что немало таких случаев случается повсеместно и никто не может толком дать на это ответ я более чем уверен что каждого из моих зрителей в жизни происходили подобные ситуации если они у вас случались напишите об этом в комментариях с вами был белогор всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал если вам нравятся мои видео оставляйте комментарии что вы думаете по этому поводу до встречи в следующих выпусках